Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «События» в студии Марина Локтева. Чем запомнится горожанам эта неделя? Что произошло и как повлияло на жителей? Сегодня в выпуске. Китайские овощи. Как российские фермеры выживают в условиях жесткой конкуренции? Коварный фейерверк. Почему яркие огни в небе могут быть опасны для здоровья человека? Весенний призыв. Сколько армавирцев отправится защищать родину и есть ли уклонисты? Отдыхающие на городском водохранилище готовы купаться с риском для жизни. Тема досуга у воды особо оживленно обсуждается в летнее время. Жители жалуются на то, что в армавире негде поплавать, а городские власти делают все, чтобы привести в порядок пляжную зону. Но по-прежнему на берегу водохранилища красуются таблички с надписью «Купаться запрещено». Почему армавирцы идут на риск, выясняла наша съемочная группа. 9 июля в районе Старостаничного моста в реке Кубань в состоянии алкогольного опьянения утонула женщина. Спасатели до сих пор ищут тело погибшей. Поиски ведутся с раннего утра. Работу спасателей усложняет повышенный уровень воды и скорость течения. Кубань и Уруп гонят волны с силой более полметра в секунду. При таком движении воды и трезвого человека может отнести далеко от берега. Но жара, которая длится с мая месяца, просто манит отдыхающих окунуться в прохладные водоемы, не разбираясь при этом, пригоден ли необорудованный пляж и крутой берег для заплыва. Охладить пыл купальщиков решил глава города. Постановление от 21 июня 2013 года администрации города Армавира гласит о том, что запрещается купаться в неустановленных местах на реке Кубань и Уруп, в карьерах, прудах, там где установлены знаки о запрете купания. Второе водохранилище считается зоной отдыха, но купаться здесь запрещено. Над этим водоемом время от времени раздаются предупреждающие сигналы. Уважаемые отдыхающие, в связи с тем, что вода во втором водохранилище не соответствует санитарным нормам, купаться не рекомендуется. Но подобное предупреждение не останавливает тех, кто хочет спрятаться от палящих лучей солнца. Водичка очень теплая. Купаться можно, но говорят, что нельзя. Я не знаю, по какой причине. Говорят, какая-то инфекция идет. Ничего подобного не случалось. Нам надо плавать. У нас вены, закупорка вен. Нам где-то надо плавать. В досуге там очень дорого. В бассейне тоже. Что там чище вода, что ли, чем здесь. Надо как-то очищать воду каждый год. Каждый год это одно и то же, одно и то же. Такое водохранилище большое. Но надо что-то делать для людей. Как известно, земля слухами полнится. Случаев кишечной палочки на водохранилище зарегистрировано не было. В июне здесь сделали пробы воды на микробиологические и опасные инфекции, такие как холера. Патогенных микроорганизмов не обнаружено. Но купаться Роспотребнадзор все-таки не рекомендует. Во втором водохранилище, так как вода поступает во второе водохранилище с реки Кубань, вода тоже не соответствует санитарным нормам. Вода на Кубани грязная и в пляжу, естественно, точно такая же. Поэтому загорать и отдыхать можно. Все для этого подготовлено. Купаться я просто не рекомендую. Те граждане, которые рискнут устроить заплыв в необустроенном для купания месте, игнорируя при этом знак «Купание запрещено», должны иметь при себе тысячу рублей. В соответствии с законом, статьей 2 закона 608 Краснодарского края, гласит она о том, что запрещается купаться в неустановленных местах, где существуют знаки о запрете купания, и штрафные санкции за административное правонарушение до 1 тысячи рублей. Кроме того, спасатели настоятельно рекомендуют следить на отдыхе за детьми, не разжигать костров и после завтрака на траве убирать после себя территорию. Красиво, но опасно. Особый интерес, разные салюты и фейерверки вызывают у большинства россиян зимой, в канун празднования Нового года. Но, как показывает практика, и летом у пиротехники жаркий сезон. Свадьбы, юбилеи и другие торжества редко обходятся без запуска в небо и ярких огней. Правда, такое шоу может обернуться трагедией, штрафом или недовольством соседей. Наша съемочная группа разбиралась в тонкостях вопроса. Желающих украсить праздник салютом с каждым днем становится больше. Елена Корникова о тяге армавирцев к огню знает не понаслышке. Каждый день она продает фейерверки. Особенный наплыв интересующихся разноцветными взрывами приходится на новогодние праздники. Но и летом жажда красоты у горожан не угасает. Люди любят стрелять, потому что это всегда такое красочное завершение праздника. Поэтому пользуется любая пиротехника спросом. Средняя категория – это от полутора до двух тысяч. То есть это средняя цена на пиротехнику, которую человек может потратить, зная, что он и покушает, и украсит, и подарок купит, и еще постреляет салют в конце. В Армавире работают четыре магазина, которые специализируются исключительно на продаже пиротехники. Несколько десятков отделов с салютами и петардами. Проверки наличия специальных сертификатов качества на взрывную продукцию проводятся регулярно. Салюты, которые горожане могут запустить самостоятельно, относятся к классу бытовых. Их продают тем, кому исполнилось 18. При использовании пиротехники нужно помнить и о правилах безопасности. Применение пиротехники запрещается категорически внутри зданий и сооружений, внутри больших залов. В обязательном порядке люди должны находиться за опасной зоной, которая указана на данном пиротехническом изделии, и ни в коем случае не подходить ближе. Поджигать пиротехнику в обязательном порядке нужно только на вытянутой руке, ни в коем случае не наклоняться над ней. В обязательном порядке, после того, когда было использовано пиротехническое изделие, необходимо несколько минут осуществлять за ним контроль. То есть полностью он или выстрелил свои заряды, не произойдет ли от него какое-то возгорание в окружающей территории. То есть провести несколько минут мониторинг состояния пожарной безопасности. Несколько лет назад пожарным Армавира пришлось ликвидировать последствия запуска фейерверка. Одна из ракет залетела на балкон жительницы дома по улице Красноармейской. Вообще, что касается салютов, то не для всех это праздник. Для тех, чьи дома расположены по соседству с ресторанами, шоу ярких огней – настоящая шумовая атака. Нина Карпенко живет в двух шагах от заведения, где можно вкусно поесть и потанцевать. Говорит, раньше частенько жаловались на громкое соседство, сейчас ее отношение к фейерверкам изменилось. Раньше было фейерверки мешали, было и час ночи, когда начали возмущаться все старики, что дети посхватились и старики предупредили. Начали тогда в 11, потом уже перешли на 10 часов. Но 10 – это еще можно, все и посмотрят, и полюбуются. А уже свыше 10 – это невозможно. Подтверждают мнения жителей и полицейские. Действительно, в Армавире закон о тишине стали соблюдать лучше. В последнее время жалобы поступают реже, тем не менее, этот вопрос под особым контролем. Убедена будет просьба укладываться в сроки согласно действующего законодательства. Жаль, чтобы это было мероприятие до 21.55 уже закончено. Законом Казахстанского края предусмотрен штраф на граждан по 1000 рублей. Если будет совершено данное нарушение государственным лицом, там штраф в 3000 рублей. Рестораторы отмечают, что несмотря на то, что в летнее время в 10 вечера еще не так темно, как хотелось бы для более яркого восприятия огней, заказчики банкета охотно идут на соблюдение закона о тишине. А особо капризно предлагают не менее яркую альтернативу. Конечно, фейерверки востребованы. Мы предупреждаем всегда о том, что действует закон и делать фейерверк не позже 22 часов. Есть альтернатива, есть наземный фонтан. Хлеба сейчас вошло в моду, это фонари. Спускают ее хлеба, еще также гости в шоу-программу вместо фейерверков. Интересны факты о фейерверках. Например, в Западной Европе запускать их стало немодным. А тем, кто не может без праздничного грохота, предлагают так называемые дневные салюты. Это такие картонные коробки, которые напоминают классические фейерверки. Вот только при их запуске вылетают не огненные шары и ракеты, а бумажные ленты и конфетти с облаком разноцветного дыма. Красиво и безопасно. О проблеме избытка импортных овощей и фруктов на рынках страны не говорит только ленивый. Плодородные почвы, хорошие климатические условия позволяют и в нашем крае выращивать продукцию не хуже. Но вырастить это только полдела. Самое главное – реализовать урожай. Труден ли путь с грядки до прилавка и как среди изобилия турецких и китайских помидоров вычислить наш, расскажет Лариса Юровская. В селе Львовском Северского района мигрантов-овощеводов обвинили в использовании ядохимикатов. Подобные случаи время от времени появляются в средствах массовой информации из разных уголков России. Подобные факты влияют на спрос, поэтому на Кубани по старинке принято доверять отечественному производителю. Стать фермером и построить теплицы Роман Анахосян решил после того, как увидел, какими партиями на пароходах импортируются в Россию турецкие помидоры. «В нашей здравнице и житнице можно вырастить овощи ничуть не хуже», – подумал он и стал изучать тепличное дело. А вскоре построил целый комплекс, как говорится по последнему слову техники. Корпус из поликарбоната, капельный полив и шпалера, на которые созревают двухметровые кусты – все это позволяет собирать за лето 12-13 тонн с одной теплицы. Все хорошо, но было бы лучше, если бы не конкуренты. Да, конечно, у нас большая конкуренция с турецкими производителями. У них дешевле товар, несмотря на перевозку, на растаможки. В Курганинске они китайцы выращивают, у них тоже цену. Они берут вал, у них большие объемы теплиц, по-моему, около 100 гектаров. На рынке должно быть больше продуктов отечественного производителя. Такой стратегический курс взял губернатор Кубани Александр Ткачев. Во многих хозяйствах Армавира, Успенского и Отрадненского районов стали выращивать лук, чеснок и другие культуры с одной целью – позволить покупателю выбирать. Делать ставку не на цену, а в первую очередь на качество. С реализацией всегда тяжело, потому что товар импортного много, и нам надо свой продавать. Будем стараться везде продавать. Как будете перебивать импортных поставщиков? Качеством. 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 Калиброванный товар должен быть. И качеством. Экологически чистым. Крупным хозяйствам проще выдерживать конкуренцию. Такие понятия, как цена-качество, более-менее сбалансированы. А вот частным предпринимателям приходится постараться, чтобы найти покупателя. К тому же есть и еще один подводный камень. Основная причина, почему мы не можем конкурировать, но и нам тяжело, потому что производительность труда у наших. Самая проблема – это у нас люди. У нас КПД очень низкий и трудовая дисциплина очень низкая. Так как среди всего изобилия не ошибиться в выборе и принести домой не импортную химию, а вкусный и питательный отечественный продукт? Отличить очень просто. Нужно просто разрезать плод и посмотреть. В наших помидорах есть семена, они отчетливо видны. И вот это семенник, само место, оно зеленцой небольшой. Хоть и помидор спелый, то оно должно быть зеленцой небольшой. В турецких семян практически не там маленькие точечки, потому что они не созрели в свое время на самом стебле. Их сорвали зелеными и искусственно довели до состояния спелости. Качество – вот главное оружие отечественного производителя. С его помощью и будет завоеван покупатель. Лариса Юровская, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «События». Продолжение после короткой рекламной паузы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова